Презывная комиссия Презывная комиссия учитывает его пожелания, но если его желания совпадают с его возможностями. Если они наобум ставят, потом это очень сильно отражается у них в дальнейшем. Жду, что будет строго, будет непросто, но я готов служить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если глубоко копнуть, то вообще этап постановки на воинский учет осуществляется в год достижения призывника 17 лет. Это первоначальная постановка на воинский учет, также они проходят медицинское освидетельствование и комиссию по первоначальной постановке на воинский учет, где ему вручается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Добрый день. Добрый. Николай по повязке на медкомиссию. Паспорт. Призывники у нас прежде попасть на краевой сборный пункт. В военном комиссариате города проходят профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование и призывную комиссию. По результатам принимается решение о призыве на военную службу. Перед медкомиссией проходит сначала тестирование. Эти тесты необходимы не только для сотрудников при формировании команды, но и необходимы для врачей, для психиатра и невролога. Тест в среднем занимает 55 минут. Стараемся максимально создать комфортные условия им, чтобы ребята себя комфортно чувствовали, потому что придя в военкомат, любой парень испытывает стресс. Как таковой истории, связанной с вооруженными силами, у нас в семье нету, отец не служил по причине состояния здоровья. Никто, кроме меня, в армии не был, так сложилось. Новый опыт в военной службе меня привлекает поиск нового опыта. Хочу приобрести дисциплинарный опыт. Интересно пожить по дисциплине, когда все строго, когда за тобой наблюдают. Просто интересно. Никогда не было такого опыта, хочу в первый раз попробовать. Пагачев. Я. Проходи. Так, Николай, направляешься в шестой кабинет для прохождения профессионально-психологического отбора. Хорошо. Проходят они тестирование, и по результатам уже профессионально-психологического отбора, на который руководствуется врач-психиатр, также выносится заключение о годности к военной службе. Один из первых тестов, которые парни все пишут, это общепознавательные способности, чтобы выявить их общий уровень знаний. Есть математика, есть внимание, есть логика. Также есть на сравнение, на выявление сходных признаков, различных признаков. Следующий блок уже ребята пишут тестирование, которое выявляют экстремизм и терроризм. Третий тест направлен на выявление нервно-психологической устойчивости ребят, девиантного поведения, и искренность тоже выявляется, чтобы потом программа могла посчитать результаты всех тестов. Четвертая методика – здесь уже выявляются склонности молодых людей именно по родам войск. Что им интересно? Возможно, это командные, спецназ, водительские, операторские, технические. После того, как завершено тестирование, ребята сдают мне бланки, я их сканирую на специальной программе, и программа уже производит расчеты. Распечатываются результаты, вшиваются в личное дело каждому парню, и он продолжает свой путь на медкомиссию. По отдельности никак нельзя сказать результат. Вот все четыре теста, которые парни пишут, обязательно суммируется программа, и на основании уже результатов четырех тестов выносятся все категории. После прохождения профессионально-психологического отбора призывник направляется на медицинское освидетельствование, где проходит 8 врачей-специалистов. Перед этим он сдаёт обязательные диагностические исследования. Это общий анализ крови, мочи, флюорографии, гепатиты, ВИЧ. Каждый врач ему определяет категорию годности. И по результатам всех врачей-специалистов, старший врач определяет ему уже общую категорию годности к военной службе. И призывник уже направляется на призывную комиссию. Существует четыре категории годности. Это А. Годен к военной службе, Б. Годен к военной службе с незначительными ограничениями, В. Ограничено годен к военной службе, Д. Негоден к военной службе. Тенденция по медицинскому здоровью призывников, она, в принципе, остаётся ежегодно в процентном отношении практически неизменной. Ну, есть призывники, которые, да, негодны по состоянию здоровья. Ну, в основном, ребята заблаговременно готовятся к военной службе. Если есть необходимость, делают себе какие-то операции, там, искривление носовой перегородки, то есть, чтобы улучшить состояние здоровья к военной службе. Занимался до этого физическая подготовка. У меня был год баскетбола и год плавания, но ушёл с того и с того. Кроме классического ОБЖ и ОБЖ в колледже ничего не было. Нет ни владения оружием, ни управления беспилотниками. Занимался когда-то тэквондо из боевых видов искусств. Ну и всё. Там высокого не было, жёлтый пояс. Наверное, хотел бы чуть-чуть подтянуть лёгкую атлетику в плане физической подготовки и чуть-чуть поработать над своими лёгкими. Больше общей нагрузки. Не какую-то направленность, а ОФП подтянуть, общую физическую подготовку. В этом году, как и в предыдущие годы, весенний призыв начинается с 1 апреля по 15 июля. С города Ставрополя будет призвано в порядок которых 100 человек. В день у нас может проходить не более 50 человек. И в первую очередь вызываются граждане старших возрастов, либо у которых уже истекли действия ранее предоставленной отсрочки. Есть призывники, которые изъявляют желание проходить службу в воздушно-десантных войсках. И призывная комиссия учитывает его пожелания, но если его желания совпадают с его возможностями. То есть, если мальчик годен к военной службе, соответствующий рост, вес, уровень профпригодности, то стараемся направлять призывников по его желанию, конечно. Для танкистов это соответствующий рост, там не выше определенного критерия. В части воздушно-десантных войск это рост не ниже 170, 170 вес, не более 90 килограмм для президентского полка, соответственно, и уровень профессионально-психологического отбора, и образования, и, соответственно, состояние здоровья. У нас отбираются призывники, большей частью это для Южного военного округа, в части сухопутных войск. Есть призывники, которые у нас идут в воздушно-десантные войска, есть космические, есть и части, и подразделения Федеральной службы охраны президентского полка. Ну, как бы практически во все виды и родовооруженных сил наши призывники отправляются для прохождения военной службы по призыванию. Да, у меня есть некоторые желания по роду войск, в которые я бы хотел попасть. Наверное, лучше в охранные, потому что это более интересный опыт. Мое поколение, наверное, не очень понимает, что оно хочет в целом, Но больше всего ребят хотят служить. Уровень патриотизма за последние даже взять 5 лет, это, конечно, работа преподавателей ОБЖ в школах, начиная с садик, когда ребята стали более настроены к военной службе, менее уклоняются от военной службы. Да, значительно вырос. Я не считаю, что называть по долгам правильно, но если у тебя, правда, есть желание пройти, то почему бы нет? Прежде всего, призывнику объясняют, что это его конституционный долг, это каждого гражданина Российской Федерации мужского пола, он обязан пройти военную службу по призыву. Это его обязанность. В данном военном комиссариате я прохожу службу с 1 декабря 2014 года, в структуре военных комиссариатов с 2001 года. Прибывшие призывники, да, по опыту можно сразу, даже если человек еще даже не высказал свои мысли, уже видишь по глазам, желает он проходить службу или желает каким-то способом уклониться от военной службы. Конечно, все это видно и читается. Есть призывники, которые приходят и с мамами, и с бабушками, и с дедушками. Как бы родителей мы допускаем для прохождения их на призывной комиссии, на медкомиссию родители не допускаются. Случаев много, даже все не перечислишь. Есть призывники двухметрового роста, бородатые, красивые, богатыри, которые здесь вот в коридорчике, плакали, были и такие случаи. А есть, которые там 50 килограмм, и он рвется в армию, в ВДВ. В разные случаи бывают. Призывная комиссия создается на основании распоряжения губернатора Ставропольского края. Там определяется персональный состав призывной комиссии, председатель комиссии, глава города Ставрополя, заместитель. Это военный комиссар. И от всех структур это отдел у нас полиции, комитет образования, казачество, юная армия, центр образования. У призывника выявляют, каждый по своему направлению полиция состоял, он не состоял на учете, были ли приводы в полицию, комитет образования, его уровень образования. Каждый по своему направлению определяет, и уже комиссар выносит на голосование вопрос о каком-то решении в отношении каждого призывника. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Богачев Николай Максимович на заседание призывной комиссии прибыл. Богачев Николай Максимович, 17 августа 2004 года рождения, по результатам медицинского освидетельствования, признан годным к военной службе без ограничений. Предварительно отобран к части Федеральной службы охраны президентского полка. Бывают на призывной комиссии случаи, когда призывник не согласен с решением призывной комиссии. Есть ребята, которые по состоянию здоровья, допустим, он не годен для этого рода войск, но у него есть желание. Понятное дело, призывная комиссия не может принять незаконного решения, и мы пытаемся объяснить, рассказать, подобрать ему другую команду, которая тоже его бы удовлетворяла. Беда нашего нового поколения. Они думают, особенно первоначальная постановка на воинский учет, что это школа, где учителя переживают, им помогают, подсказывают, что-то исправляют. Они думают, раз это в школе так происходит, можно здесь точно так же это и сделать. Но, к сожалению, если они наобум ставят, потом это очень сильно отражается у них в дальнейшем. Поскольку тесты не только необходимы для медиков, тесты также важны, если ребята захотели обучаться на водительские права категории С от военкомата в ДСАФе. Также на военную кафедру тоже. Если плохо написанный тест, парни, ну, как бы, у них нет возможности поступать на военную кафедру. Проходит время, они приходят и честно говорят, что да, я от балды написала, а что же делать? Ну, время уже упущено. Поэтому каждый раз перед тестированием им объясняешь, для чего это нужно. Решение призывной комиссии озвучивается призывнику. В этот же день заносится протокол заседания призывной комиссии. И далее уже призывнику выдается повестка для отправки на краевой сборный пункт. Призывники прибывают на краевой сборный пункт. Там с ними проводится также медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и распределяются уже по командам для отправки в составе команды на уже непосредственно воинские части. Жду, что будет строго. Будет непросто. Но я готов служить. Редактор субтитров А.Семкин